МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые телезрители, спасибо, что пригласили в студию. Вы у нас впервые? Да. Прежде чем мы начнем говорить о теме, о теме сегодня у нас охрана общественного порядка на территории Ленинского городского округа, я предлагаю немножко поближе познакомиться с вами. Я знаю, что вы, как начальник УМВД России по Ленинскому району, не так давно, но вообще в полиции не первый год далеко. Расскажите о себе. Ну, начну, наверное, с рождения. Родился я в Тамбовской области, есть Печаевский район. Закончив общеобразовательную школу, поступил в технический университет, Тамбовский государственный технический, окончил его. Но на протяжении юности и уже обучаясь в университете было желание служить в правоохранительных органах. Что и хотелось реализовать. В 2004 году я приехал в город Видное, в Ленинский район. И с 2004 года являюсь жителем. Начинал службу в Ленинском УМВД, тогда УВД по Ленинскому району. Начинал с должности участкового полномочного. В городе, Видное, я обзавелся семьей. Родились мои дети. Здесь мы живем все вместе. Прослужив несколько лет в УМВД, я продолжил службу в учебном центре, который находится у нас в Расторгуево. В должности преподавателя, потом специалист по профессиональной подготовке. И в 2014 году был назначен на должность заместителя начальника полиции по охране общественного порядка в УМВД по городскому округу Домодедова. Ну а в этом году приказом начальника главного управления МВД России Московской области генерала-лейтенанта полиции Паукова Виктора Кузьмича был назначен в родной Ленинский район, где и возглавил наше управление внутренних дел. То есть вы начинали с самых низов, так скажем, с участковых. Вам в службе это очень хорошо знакомо. И, наверное, можете рассказать нам сегодня, в общем-то, обо всех сферах своей деятельности. Я хотела бы разбить наши темы сегодня на несколько по тем. И вот первая тема, с которой я начну, это мошенничество. На самом деле, случаи мошенничества участились не только в нашем районе, наверное, вообще по всей стране очень много говорят и по телевизору, и предупреждают. В нашем районе как обстоят дела, и как часто удается все-таки привлечь к ответственности таких людей, которые нарушают закон? Ну, к сожалению, наш район не исключение, где такого рода преступления совершаются. Мы живем в современном мире, который, наверное, в ногу с различными новыми технологиями, IT-технологиями, которые применяются также и для совершения преступлений такого характера. Из числа распространенных преступлений, всем, наверное, известно, как говорят в простонародье, ваш сын попал в беду. Когда звонят, плачущим голосом представляются, ну, говорит, что сын, дочь там и так далее, потом передают быстро трубку к сотруднику правоохранительных органов, где якобы сотрудники правоохранительных органов вымогают или предлагают решить вопрос за денежные вознаграждения. И, скажем так, переживая за свое чадо, переживая за своего родственника, люди идут на такие отчаянные шаги, когда отдают последнее. И такие мошенничества и у нас в районе есть. Забегая вперед, мы в этом году заканчиваем уголовное дело на 34 таких эпизода. Данной деятельностью занимались лица, находящиеся в местах не столь отдаленных, в одной из колоний, где в телефонном режиме и имея здесь сообщников, а мы планируем направить данное уголовное дело в составе оргпреступности, организационно-преступной группы. Что касается других видов мошенничества, ни для кого не секрет, это мошенничество с банковскими картами. Когда приходит СМС, когда даже звонок из банка и так далее, когда говорят, что вводят заблуждение, с вашего счета необходимо перевести на другой счет денежные средства, так как кто-то пытается взломать и так далее. Человек, не хотя потерять все, что заработал, все, что у него имеется, безусловно, доверяет, это через лишнюю доверчивость, где-то, наверное, может быть, необдуманность. И люди пользуются этим, называют свои пин-коды и различную информацию, которая персональных карт, которая может быть использована злоумышленниками. На сегодняшний день также есть у нас совершенные преступления, как и по всей области, это под видом социоработников, газовых служб, входят в доверие, представляются с целью осмотреть газовое оборудование, оказать ту или иную помощь. Приходят, как правило, двое-трое, пока на кухне осматривают газовую плиту, двое уже, так сказать, отработали, прошерстили, наверное, на жаргонном варианте, всю квартиру и забрали все ценное. У нас, кстати, вот есть сюжет, мы подготовили его еще в ноябре, как раз был один из таких случаев. Давайте сейчас посмотрим, потом продолжим тему, потому что тема, на самом деле, очень важная. И несмотря на то, что много об этом говорят, люди все равно умудряются попадаться в эти ловушки. На оперативном мероприятии данная гражданка была задержана на территории Ленинского района. В задержании участвовали сотрудники госавтоинспекции. Они и остановили автомобиль мошенницы. При обыске были найдены вещи, которые злоумышленницы... Представившись сотрудником пенсионного фонда, 41-летняя преступница попала в квартиру жительницы города Видное. Много рассказывала про различные услуги, вручила подарки и сообщила пенсионерке новость. Мол, денежная реформа в стране, все меняют старые купюры на новые. Предложила сделать это, не выходя из дома. Вручила пожилой женщине банкноты банка приколов, а взамен забрала ее кровные почти 600 тысяч настоящих рублей. Проспект Ленинского комсомола, 60. Именно в этом доме произошло преступление. К счастью, подъезд потерпевший, четвертый по счету, оборудован камерой видеонаблюдения. Она-то и зафиксировала преступницу. Когда пожилой человек уже понял, что его обманули, обратился к нам сюда в ВВД, и мы уже начали работу. Соответственно, оперативники нашего подразделения выехали на место, отработали территорию, были изъяты камеры видеонаблюдения, записи. И, соответственно, по этим записям был идентифицирован, скажем, преступник. Уже были пройдены оперативные мероприятия. Данная гражданка была задержана на территории Ленинского района. В задержании участвовали сотрудники госавтоинспекции. Они и остановили автомобиль мошенницы. При обыске были найдены вещи, которые злоумышленница использовала при совершении преступления. Сейчас она находится под следствием. Свою вину не признает, но улики, очевидно, указывают на нее. К тому же потерпевшая узнала в этой женщине ту самую непрошенную гостью. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. На территории Москвы, Московской области, преступления совершали. За что задержаны сотрудники полиции? Деньги потерпевшая вернуть не смогла. Полицейские не нашли их при обыске. К сожалению, такие преступления не единичны. Наши пенсионеры очень доверчивые. Запросто открывают двери незнакомым людям, хотя делать этого нельзя. Сотрудники социальных служб, будь то пенсионного фонда, социальной защиты или центра обслуживания пожилых граждан Вера, всегда заранее предупреждают пенсионеров о визите. Крайне редко, когда наши социальные работники выходят в квартиры к бабушкам самостоятельно и для постановки на обслуживание, предложения наших социальных услуг. В основном этим занимаются наши заведующие, которые выходят в комиссионном. И только тогда бабушка, удостоверившись в точности, что пришли из центра социального обслуживания, открывает свою дверь. Специалисты уверяют, никакой настоящий социальный работник не станет совершать с вами денежных операций. Какие-либо средства пенсионеры могут давать только знакомым работникам соцслужб для покупки продуктов или лекарств. Я вообще удивляюсь, почему до сих пор столько было передач, столько было предупреждений и по телевидению, и в газетах, и по радио. И люди еще так поступают. Я не понимаю, даже один, по-моему, сказал, что в милиции работает и высокую должность занимает. Он говорит, я даже никому не открываю. Нас с детства учат, не открывая дверь незнакомым людям. Но, кажется, с возрастом мы забываем об этом простом, но таком нужном правиле. Будьте бдительнее и не доверяйте проходимцам. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Виднет-В. Если все-таки случилось уже, что нужно делать? Обязательно нужно заявлять в полицию или переживать самостоятельно? Да нет, конечно же. И от своевременности зависит и дальнейшее раскрытие преступлений, поимка данных мошенников, злоумышленников, как удобно называть такого рода преступников. Вот если произошло, да, ну, как говорят, уже дело сделано. Зачастую мы сталкиваемся с какой проблематикой, которая в дальнейшем нам, ну, скажем так, не облегчает, а на определенный период оттягивает действительно реагирование, так сказать, экстренное, незамедлительное. Это случилось. Звонят родственникам, спрашивают, как быть. А может быть, не они, а может быть, придут. То есть люди настолько, к сожалению, на сегодняшний день доверчивы вот в такого плана преступлениях. Что же нужно делать, да? Безусловно, сразу звонить. Даже если мы перепроверим, потом найдутся денежные средства, по крайней мере, вот эта своевременная реакция, она или реагирование даст нам возможность подстраховаться, так сказать, задержать по горячим следам. Поэтому звонок в дежурную часть, звонок 112, звонок через знакомых, неважно через кого, самое главное об этом сообщить. При этом нужно четко понимать, что нам облегчит задержать. Это элементарные приметы. Это время, направление, куда пошли, как выглядели, чтобы мы смогли сориентировать наряды, чтобы мы могли отработать территорию, улицу, может быть, транспортные средства, то есть все, что может помочь. В общем-то, основное, наверное, основное – это именно это. Ну, удается, да, вот все-таки задержать. Вы сказали, 34 случая раскрытые. Вы сейчас показали сюжет, как раз одна из мошенничеств в виде женщины, парики, различное преображение, так сказать, грим и все остальное. Она тоже была нами в этом году задержана, совершила на территории других районов такого рода мошенничеств под видом соцработников, под видом продажи меда, под видом обмена денег, да, реформа в стране и так далее. На сегодняшний день количество такого рода преступлений, оно именно за 2019 год имеет рост. И не только в Ленинском районе, вообще по Московской области, по стране, но и раскрывается их гораздо больше. Мы уже понимаем, как себя ведут эти преступники, как они мыслят, и раскрытие такого рода преступлений, ну вот зависит, безусловно, первое, что я сказал, от своевременности, да, и второе, это от компетентности наших сотрудников результаты они показывают. Много еще нужно. А профилактическая работа идет у вас каким-то образом? Профилактическая работа, да, у нас одна из основных задач – это не допустить, да, то есть профилактировать. Мы на сегодняшний день, безусловно, с вашей помощью, с помощью студии, с помощью администрации, с помощью разъяснительной работы самих сотрудников объясняем, пытаемся донести через средства массовой информации. Сейчас я обратился к главе уже Ленинского городского округа с вопросом размещения, вот разъяснительной, упредительной информации в квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг. С квитанцию получают все, но, к сожалению, не все у нас оповещены, осведомлены о тех или иных действиях. Вот пойдем и на такой шаг, я думаю, что администрация откликнется, пойдет нам на помощь. То есть, в общем-то, это, можно сказать, сейчас одна из самых глобальных проблем. Какие еще основные задачи ставит управление сегодня? Знаете, задача на самом деле не только самоуправление, да, у нас существуют ведомственные приказы, федеральное законодательство, которое нам, так сказать, поставило уже за нас. Тем не менее, я вижу перед управлением, которое я возглавил, одной, ну, наверное, перечислю, некоторые основные задачи. Безусловно, это правопорядок, правопорядок в районе. Безусловно, это профилактика и раскрытие преступлений, так сказать, самых болезненных. Это квартирные кражи, когда выносят самое последнее, ценное для людей. Это кражи транспортных средств, это мошенничество и борьба с незаконным оборотом наркотиков. В целом, в целом, я вижу нашу задачу, которая будет направлена на оздоровление криминогенной обстановки и, ну, наверное, повышение доверия граждан к нашему управлению, подчиненному личному составу. Вы сейчас не сказали про мигрантов. Наверное, это тоже одна из таких ваших составляющих частей. А вот как у нас вообще обстоит в этом вопросе работа и вообще какая ситуация сейчас? Ну, вопрос, безусловно, уместен. Да, он задается, наверное, на любых на сегодняшний день пресс-конференциях, аналогичных студиях. Вопрос актуальный. Вопрос актуальный для нашего района он более чем. Ну, наверное, вы характеристику прекрасно знаете, особенно знают те, кто живут в Видном, в Ленинском районе. Мы примкадный, так как говорят, да, район. Мы имеем подъездные пути различных федеральных трасс и южного направления, да, и иного направления, где очень удобно. Мы имеем на сегодняшний день огромную застройку и по статистике, если я не ошибаюсь, первое место по введению жилья в эксплуатацию. Это, конечно. Какого не секрета, рабочие места – это лица, которые являются иностранными гражданами, потому что их оплата труда чуть меньше или в разы меньше, выгоднее. Поэтому миграционная составляющая, борьба с незаконной миграцией, она также в приоритете. Если брать из цифр, то мы имеем небольшой рост совершенных преступлений в 2019 году именно иностранными гражданами. Но так, чтобы на слух было понятно, из 203 преступлений 90 совершили иностранные граждане, 53 граждане Москвы. Ну, а остальная доля – это и наши жители. Я не буду конкретику на район, да, это другие регионы, но тоже российские. Поэтому здесь говорить, что только мигранты совершают у нас преступления, безусловно, нельзя. Я не могу, конечно, не спросить о том общежитии Новгоевского. Там знают многие, что там живут наши рабочие из ближнего зарубежья. Вообще, насколько законно они там проживают? Как-то контролируется эта территория? И вообще, как-то в курсе вы всего этого? Я в курсе этой ситуации. Мы неоднократно получали, наверное, упредительные сигналы, я бы сказал, от жителей, тем более прилегающих домов, которые опасаются, как вы уже говорите, за безопасность. Данное общежитие, все знают, бывшее общежитие Коксогазового завода. На сегодняшний день это так называемый хостел с имеющейся разрешающей документацией. Имеется порядка 110 койко-мест. Там проживают на сегодняшний день рабочие, которые строят, если визуально, чтобы понятно, Расторговское шоссе. С правой стороны новый микрорайон, который Urban Group, обанкротившись, сейчас Крокус-Сити достраивает. Я не могу вам сказать на память ООО, но строительная компания. Тем не менее, эта организация имеет весь пакет документов, зарегистрировала всех этих иностранных граждан, проживающих там в этом хостеле, сделала им разрешительную документацию, подают уведомления в наш отдел по вопросам миграции. И мы периодически знаем даже, что есть пакет документов, разрешающий. Все равно их проверяем и пытаемся, так сказать, спрофилактировать, разъяснить порядок поведения иностранных граждан на территории нашей. Как страны, так и в целом Ленинского района. Ну, то есть все под контролем там сейчас. Боятся особо... Особо не вижу смысла, поэтому мы знаем, мы профилактируем, мы работаем. Следующая подтема наша – это незаконный оборот наркотиков. Опять же, как вы сказали в предыдущей теме о том, что мы рядом с МКАД находимся, территория у нас такая особенная в своей близости к Москве, она, в общем-то, дает свои плюсы и минусы. И один из минусов – это как раз вот то, что через нас проходят вот эти вот пути наркотрафика. Наверное, вы вернее скажете, правильнее, как это звучит. Правильно я говорю? Вы правильно говорите. Вопрос тоже актуальнейший, действительно, с расположением. Действительно, опять же, скажу про, к счастью, да, массовые застройки. Для кого-то, может быть, к сожалению, с учетом транспортного сообщения. Но борьба с незаконным оборотом наркотиков, она на сегодняшний день, как я уже сказал, в приоритетном направлении нашей деятельности. Я, наверное, хотел бы поделиться теми результатами, которые достигли с начала года. У нас на конец ноября, да, на 11 месяцев отчетных практически на 40% преступлений раскрыто больше, чем за аналогичный период прошлого года. У нас раскрыто гораздо больше преступлений с быта, не только хранения. Это особо тяжкий состав. Тяжкие, особо тяжкие составы. Сотрудниками УМВД в целом, не только подразделениям по борьбе в данной сфере, изъято более 7 килограммов наркотиков. Это и героин, это и гашиш, это и амфетамин и так далее и тому подобное. Сказать, что мы на сегодняшний день раскрыли преступления и задержали, наверное, каких-то наркобаронов, ну, громких слов раз произносить не буду. На сегодняшний день основная проблема – это распространение наркотиков через интернет-сети. Есть сайты, где спокойно путем оплаты даже подставного лица, путем закладки распространяются наркотические вещества, психотропные средства. Мы фактически задерживаем уже, ну, наверное, не того, кто употребляет, хотя и в том числе, а того человека, который является посредником, а может быть, энным посредником в этой цепочке. Поэтому современный наркотический бизнес, он шагает в ногу со временем. Но мы стараемся, мы принимаем и оперативные меры, и те результаты, которые я уже озвучил, они, на мой взгляд, говорят о многом, но и многое необходимо еще сделать. Вот сейчас, кстати, вот очень много говорят, по крайней мере, в Москве, больше, наверное, о современных видах вот этих наркотиков, которые употребляют дети, подростки, в виде конфет, я не знаю, в виде еще чего-то. Вот в этом направлении у нас ведется какая-либо работа, и вообще случаи такие есть у нас именно в районе? Ну, действительно, есть информация, есть, скажем так, сигналы, на которые мы реагируем, на которые обращаем, но надо правде все-таки в глаза смотреть. Те, кто занимаются этим бизнесом, так сказать, приносящим колоссальное денежное средство, они принимают где-то даже на шах опережающие нас меры. Как только вносятся в законодательство запретительные меры того или иного препарата или там составляющих, прекурсоров, сразу те, кто изготавливают или занимаются изготовлением, они переориентируются, и этот прекурсор заменяют другим. И вот то на сегодняшний день, о чем вы говорите, о жевательных конфетах, так сказать, там, снюлсы, могу немножко неправильно произнести, но, тем не менее, имеет место быть. Что мы делаем? С точки зрения буковки закона, Уголовного кодекса, административного законодательства, это не запрещено. Пока этого нет в законе, в одном, во втором, мы исполнительная власть. Мы, соответственно, руководствуемся тем законодательством, которое есть. Тем не менее, мы понимаем последствия. Да, там зачастую основной составляющей – это кофеиносодержащие, так сказать, в результате которого, если ребенок переизбыток в организме вплоть до летального исхода. Мы, выявляя такие места, где распространяют, берем их на контроль, где-то не буду раскрывать оперативные позиции, проводим мероприятия и стараемся найти законные пути, дабы донести до этого предпринимателя, до этого директора или иного лица, который пытается на этом построить свой бизнес, не побоюсь, наверное, травя наших детей, меры и работа ведется. Спасибо. 22 декабря пройдут выборы в Совет депутатов Ленинского городского округа. Я знаю, что сейчас и вы тоже в этом принимаете активное участие, чтобы выборы эти прошли беспроблемно, без разных нюансов и так далее. Расскажите, насколько будет полно обеспечена охрана избирательной участки и вообще какая работа будет проведена накануне, во время хода выборов? Да, действительно, мы на протяжении уже не одного месяца проводим, так сказать, подготовительные мероприятия, которые предшествуют в преддверии выборов депутатов Совета городского округа. Я могу сказать, что все мероприятия, запланированные тактически, организационные, они выполнены нашим управлением. Личный состав, согласно плану расстановок, согласно резервных групп, приданные силы, которые нам в соседние районы будут помогать, и Главное управление МВД Московской области, сил достаточно. Что касается предметно, да, у нас 45 мест для голосования, 63 избирательных участка. На всех избирательных участках будет нести службу три сотрудника правоохранительных органов. На каждом? На каждом? На каждом три сотрудника, плюс сотрудник ЕБДД, который будет на улице обеспечивать безопасность дорожного движения и, соответственно, регулирование. Что касается каких-то непосредственно, вот, да, суббота, 21 число, мы, завозя бюллетени на сами избирательные участки, берем их под круглосуточную физическую охрану, где в круглосуточном режиме сотрудник полиции будет нести службу. В день самих выборов, да, 21-го, плюс идет обследование служебными собаками сотрудниками кинологической службы с целью выявления, обнаружения взрывчатых веществ, взрывных устройств, соответствующие акты, и мы берем не только под физическую, но и уже обследованное помещение под охрану. На сами выборы, безусловно, будем нести службу в том количестве, которое я сказал, и руководящий состав управления. Ну, отлично. Я надеюсь, что выборы пройдут у нас без проблем. Мы тоже на это надеемся. Я очень хочу рассказать о том, что у нас наша участковая служба, люди, которые, в общем-то, без которых необходима, наверное, вообще служба полиции обзаводятся постоянно, ну, не постоянно, а постепенно обзаводятся новыми точками, так скажем, своей работы. Например, появляются новые участки для участковой пункты, появляются также другие какие-то места, куда могут люди прийти, например, и заявить о какой-то своей проблеме. Прежде чем мы сейчас поговорим об этом, мы посмотрим сюжет об участковом пункте, который открылся еще в ноябре месяце. Но после этого, я знаю, появлялись еще другие пункты. Да. Ленинский городской округ стремительно развивается. Строятся новые дома, увеличивается численность населения. Открываются детские сады, школы, поликлиники, другие социальные объекты. В их числе и участковые пункты полиции. За три года их в муниципалитете появилось целых шесть. Последний торжественно распахнул двери в микрорайоне Купеленка, что в городском поселении Горки Ленинские. Идти каждому в полиции далеко, и не всегда это удобно, и очереди, и так далее. А здесь, когда по месту жительства можно обратиться непосредственно к тому человеку, который работает на этой территории, это очень удобно. Новый участковый пункт расположился по адресу Северный квартал, дом 22. Помещение выделил застройщик. Он же его отремонтировал и оснастил всем необходимым. Два стола, за которыми предстоит работать двум участковым полицейским, компьютер, принтер. Есть и удобство для личного комфорта сотрудников внутренних дел. Санузел, холодильник, кулер. Пять лет назад, когда мы начинали здесь стройку, здесь было поле. Сейчас здесь уже и слева, и справа кругом дома. Много жителей. И, конечно же, безопасность – это не последний вопрос. Поэтому мы очень рады, что на нашем жилом комплексе появился пункт полиции. Прием граждан будет осуществляться по вторникам и четвергам с 17 до 19 часов, а также в субботу с 15 до 16.00. Помимо этого, большая работа участковым предстоит вне стен пункта. Будет участковый осуществлять подворный обход, то есть по квартирный, да, будет знакомиться с людьми, оставлять свои визитные карточки, где конкретно будет написан его телефон рабочий, на который можно будет всегда позвонить, проконсультироваться, и записаться на прием, и уже прийти и подать какое-либо заявление. Местные жители уверены, с появлением участкового пункта полиции, мелких правонарушений, которые чаще всего случаются в жилых районах, теперь станет меньше, и жить в микрорайоне будет спокойнее. Безопасность детей, безопасность наших родственников, конечно, пункт полиции около дома, это всегда очень надежная крепость. Депутат Совета депутатов городского поселения Горки-Ленинский Артур Григорян это событие назвал настоящим праздником для жителей Купелинки. Я очень благодарен и застройщику, который это построил, и администрации, и полиции, то, что это реализовали, и для целых трех микрорайонов это сегодня огромный праздник. В планах у представителей полиции и руководства Ленинского городского округа на территории Молоковского сельского поселения в микрорайоне Пригород-Лесное до конца года открыть еще один участковый пункт полиции. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. Как сейчас работает этот пункт? В полную силу. Да, открыт новый участковый пункт. Мы сразу закрепили участкового, который будет обслуживать данную территорию. Там, как уже было сказано, есть место для второго участкового, прилегающей территории, чтобы максимально ближе быть к населению. Зачастую все те вопросы, которые, ну, некоторые думают, там, в дежурную часть далеко, в очереди где-то стоять и так далее, все это делается для того, чтобы участковая служба в лице самого непосредственного участкового была ближе к населению. Чтобы участковый мог общаться, могли сниматься те вопросы, которые могут быть просто, знаете, даже консультативные, где-то разъяснительные. Не надо писать энное количество бумаг, заявлений, обращений и так далее, которые можно просто в разговоре с компетентным сотрудником разрешить. Что касается открытия в дальнейшем участковых пунктов полиции, эта работа будет продолжена. Мы заручились поддержкой администрации. Мы имеем отчасти понимание с некоторыми застройщиками. Не все застройщики, чтобы вы понимали, да, новые микрорайоны открываются, не все застройщики идут навстречу и выделяется помещение. То есть мы на сегодняшний день заручаемся, как я уже говорю, поддержкой администрации. Буквально сегодня, сегодня была открыта комната приема граждан участковому полномоченным в Боброво. Это на улице Крымская, где участковые полномочины назначили. Мы туда младшего лейтенанта, компетентного, стремящегося сотрудника, которые уже с территориальным депутатом обходили территорию, знакомились с населением, отвечали на те вопросы, которые интересуют жителей. А вообще сколько участковых нам еще нужно? Или у нас все участковые пункты укомплектованы? Хватает вообще их? Вы знаете, ну, конечно же, не хватает. Сложная работа? Работа, на самом деле, одна из самых трудных в правоохранительных органах. Но это такая школа, которая, ну, если сотрудник прошел, я не говорю год-два, но хотя бы пять лет, там, три-пять лет, это универсальный, определенный такой сотрудник, солдат, который должен знать все, уметь все. Не побоюсь этого слова. На сегодняшний день у нас в Ленинском районе по штату 34 участковых. Это 11 участковых видновский отдел, 12 развилка и всего лишь 4, 4. Это булатниковский отдел. Плюс аппарат, который мы, аппарат участковых, который мы на сегодняшний день, я согласовываю с руководством главка, так сказать, ну, не хочу никого обидеть, кабинетных сотрудников выведем на территорию, чтобы у нас наше население видело действительно единицу и свое подспорье в лице участкового полномочного. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить... Молодых людей. ...в участковую службу, да, всех тех, кто желает наводить порядок у нас в районе, желает служить не только государству, но и Ленинскому району. И буквально в двух словах всегда задается вопрос, какая зарплата. Но ориентируйтесь, на начальном этапе, вот прям только пришел, только пришел несколько месяцев, там небольшое, так сказать, обучение. Тут 35-40 тысяч. Спустя 3 года где-то уже 45 тысяч. Но согласовав с главой района, я буду продолжать работу и добиваться того, чтобы каждый участковый, который придет к нам в район, получил служебное жилье. В идеале на своем административном участке. Такая возможность есть. Большая застройка, новые микрорайоны, где должен быть участковый. Поэтому приходите, можно вот вплоть напрямую даже ко мне, двери открыты. Есть кадровое подразделение, есть сайт управления, есть иные сайты. Посмотрите, вот кто знает сайты, где ищут люди трудоустройства, да, места работы. Наше объявление, там также разъяснительная работа ведется. Спасибо большое. Я вот еще хотела несколько вопросов озвучить, которые нам сегодня поступили. К сожалению, их много. У нас осталось совсем буквально 3 минутки. Куда я могу обратиться, когда мои соседи нарушают режим тишины после 23 часов? Ну, безусловно, в круглосуточном режиме работаем мы. Соседи 23 позже, через 112, либо через дежурную часть, и к вам приедет наряд. Хорошо. Будете ли вы наводить порядок с продажей контрафактной незамерзайки на дорогах? Ну, на дорогах. Ну, я думаю, что вы, жители Ленинского района, ну, надеюсь, по крайней мере, увидели уже эту работу. Я, как житель города Видное, вижу, что ее стало меньше. Безусловно, победить раз, вы знаете, вот многие годы было, а сейчас раз и нет. Будем наводить, будем наводить. По предыдущему месту службы мне это удалось. Спасибо. Подскажите, что делать в случае, когда организация или люди сдают квартиру в аренду, берут предоплату, а квартиры нет и деньги не возвращают? Вообще, это ваш адрес? Ну, вы же прекрасно понимаете, что когда квартира сдается в аренду, зачастую никакие договорные отношения, кроме устных, не оформляются. И даже в судебном порядке это гражданско-правовые отношения. То есть, один человек другому предоставляет те или иные услуги и за эти услуги берет денежные средства, не сообщая в налоговую, не платя никакие налоговые сборы. И потом недобросовестный либо арендатор, либо наоборот, арендодатель, так сказать, ну, говорит, не буду платить или не буду возвращать, не буду компенсировать. Заявление, конечно, к нам, мы соберем первоначальный материал, но будет разъяснено право обратиться в суд в гражданском порядке. По улице Гаевского в одном из домов торгуют наркотиками. Можно ли принять меры? Жители неоднократно обращались в полицию. Я вам могу сказать, что каждое сообщение, которое поступает в УМВД, проходит каждое утро через мои руки и каждый вечер. Я вот о таком сообщении слышал, я запишу там, если есть данные, телефон контактный. Ну, если есть телефон, тогда вам передадут. И последний вопрос. Федотов Николай Михайлович просит, чтобы экипаж ППС чаще патрулировал по улице Строительной. Таких обращений очень много, как я уже сказал, что... А сколько у нас в сутки одновременно патрули ездят машины? Ну, вы, чтобы правильно поняли, да, по количеству. На Развилковский отдел один наряд ППС, один наряд ЕБДД. Булатниковский тоже самое, и то же самое, и город Видное. Один тоже. Наряд ППС, наряд ЕБДД. Максимум, что мы можем сделать, исходя из оперативной обстановки, приблизить наряд к тому или иному участку. Либо усилить, соответственно, другими сотрудниками, которые также выходят на службу, будь то участковый, будь то оперативник, обращать внимание на данные места, на данное, так сказать, антиобщественное действие. Ну, и так как мы с вами встретились накануне Нового года, я предлагаю вам поздравить наших жителей с наступающим Новым годом. Уважаемые жители Ленинского района, уважаемые участники сегодняшнего эфира, знаете, говоря об уходящем 2019 и в преддверии 2020 года, мы, наверное, как и всегда, в данный период смотрим назад, обращаем внимание на то, что сделано, на то, что не сделано. Конечно, хотелось бы, да, подводим какие-то итоги. Вот я хочу, чтобы в наступившем 2020 году все хорошее, что с нами произошло, можно было с собой забрать либо повторить. А так, в целом, в Новом году желаю новых достижений, успехов, семейного благополучия, счастья, мира и хорошего новогоднего настроения. Спасибо вам большое, вас тоже с наступающим Новым годом, спасибо за интересную беседу. А я напоминаю, что в нашей студии был начальник МВД по Ленинскому району Бадин Алексей Александрович. Всего вам доброго и до свидания.